Итак, Маша, друзья, мы будем работать с Сергей Коваленко, и мне расскажут про Custom Entity Diver и Play Platter. Всем привет, меня зовут Садье, и, как вы видите, я руководитель, я зарядку работал в Repair Systems, ну и в других конторах. Что, собственно, не так важно, но важная еще деталь, я уже давно работаю с Друковом, и в процессе работы часто сталкивался с различными сайтами, много, много лет, и видел архитектуру сайтов, которые созданы на основе Друкова. И долгое время, и в текущее время я сталкиваюсь с одной проблемой. Я даже не могу это сказать проблемой, но довольно сопоставленный подход к созданию архитектуры на основе Друкова. Поэтому я, когда готовил адекват, я пытался абстрагироваться от каких-то эмоций, абстрагироваться от своих предпочтений, и попытался разобраться, когда же все-таки нам стоит использовать Custom Entity Type, и когда нам проще использовать или целесообразно использовать OutFromTheBox Entity Type, например, таксономии, ноды и юзеров. И вот, как я вижу, сейчас обстоятельства получше, ну, дела получше стоят. То есть, постоянно идет какое-то развитие требований к архитектуре различных крупных компаний, которые пытаются следить за качеством. Они следят за архитектурой Друкова, и не только за архитектурой, но и следят за юзер экспириенс, за тем, за бизнес-аналитикой проекта, чтобы сделать клиента счастливым. Но часто так бывает, что многие девелоперы используют OutFromTheBox функционал, потому что это быстрее, это в целом решает задачу клиента, и это работает. То есть, вы видите фотки, по-моему, с какой-то программой из Discovery, я помню, когда-то смотрел немного, и там было соревнование, когда две команды собираются на свалке автомобильной, и из того, что есть, собирают машины, и соревнуются между собой. И на самом деле это весело, да, клево, они как бы допиливают некоторые вещи, которые нашли, они, в общем-то, создают новую жизнь каким-то старым вещам. То есть, это тоже креативная работа, это творчество, это клево, но оно выглядит стрёмно. Поэтому, как я говорил, я пытался вынести некоторые пункты, почему так дела обстоят, и как бы, почему этот подход имеет право на существование. Ну, как я уже говорил, fast development, то есть, мы берем autonomous development функционал, его кастомизируем, если надо, и, в общем-то, затранчиваем меньше усилий. Многие девайперы, ну, не совсем девайперы, а просто даже вебмастера или менеджеры сайтов на Drupal могут даже не кодить. Что, вообще, ну, круто. Блин, не круто. То есть, мы не только можем использовать out-from-the-box функционалы, мы также можем использовать contributory модули. То есть, функционал в целом похож под требования заказчика, и, в общем-то, мы можем найти какой-то модуль, он немного похож, мы можем там переименовать что-то, сделать, и это будет работать. И, в основном, заказчик будет счастлив. И, соответственно, если мы меньше кодим, мы и меньше багов в кодим. Я попытался найти, ну, представить это наглядно, более. Я не говорю, что это плохо, я хочу показать на одном примере подход, когда мы используем out-from-the-box функционал. Например, у нас есть смартфанд, у нас есть слайдер, или просто, ну, дизайн, и у нас есть карусель. В требованиях к UserStory у нас администратор может добавить картинку, добавить description. На фронтенде курсель мы можем двигать зад-вперед, но у нас нету ссылки. То есть, мы, когда кликаем на картинку, мы никуда не переходим. Нам не нужно вот это вот Ammoderation использовать. То есть, админ добавил картинку в description, и всё. И ему неинтересно всякие там sticky, promoted, ну, то есть... И вот пример, когда... Ну, то есть, вы поняли идею. Довольно обычный подход. На многих графиках, ну, в основном очень маленьких, используется. Мы просто создаём content type, который называется slide. И добавляем поле, ну, картинку и description. И, в общем-то, это решает нашу задачу в целом. Но, если... Давайте рассмотрим внимательнее. Вот, ну, в принципе, скриншот. Вы видите сами, что нам не нужен статус. Нам не нужно делать публикацию на главной странице. Ну, потому что это слайд. Нам не нужен sticky, нам не нужны ревизии. Нам, в общем-то, ни к чему вот этот field set, где информация о австрии публикации. И нам, тоже самое главное, нам не нужна detail page слайда. Ну, и ещё хочу заметить, что также в процессе разработки бывает ситуация, что мы ставим какой-то конкрет-модуль, он заточен под ногу, и у нас получаются ещё одни элементы на форме редактирования. То есть, это решается... То есть, я не говорю, что это плохо, хорошо. Это решается просто... кастомизацией. Но, часто бывает и так, что заказчик заходит на страницу и задаёт конкретные вопросы. Зачем нам вот этот чекблок? Зачем нам этот чекблок? Зачем нам этот чекблок? Зачем нам этот чекблок? То есть, чаще всего бизнес-аналитики задают такой вопрос. То есть, мы получаем в конце избыточность функционала в веб-офисе, юзер-экспириенс слабый, потому что, ну, контент-эдитор будет путаться и не понимать, что к чему. То есть, для того, чтобы это исправить, нам нужно форму заготовить, и нам нужно не забыть закрыть доступ к DTO-Page слайда. Ну, это решается с помощью модуля, такого простого. и также в процессе разработки мы должны всё время помнить, что слайды мы должны скрыть из Sitemap, из Search и из других модулей, которые взаимодействуют с AntityMode. Итак, большая ли эта проблема? И почему этот подход имеет право на существование и в целом часто может быть оправданным? То есть, важно ли это? Что мы должны быть очень внимательными к дополнительным элементам, которые нам нужны. Важно, если заказчик внимательный очень медитарь. То есть, заказчик может вам говорить, что сделайте всё проще, делайте дешевле. Но часто бывает ситуация, что в конце он заходит и спрашивает «А это что такое? А вот это, вот это? А вот это что такое?» Но вы же говорили, что дешевле. Что? Я не говорю, что этот человек должен быть. Мне он не нужен. Уберите его. И создаются баги, которые его перерешали. То есть, заказчик может быть делать дешевле, но он может требовать с вас полна. Будьте к этому готовы. также этот подход может путать контент-эдитора. То есть, он может куда-то на лишний чекбокс, который не нужно было ему кликать, он может нажать. То есть, это ещё и обучение приходится это учитывать в процессе обучения. И, ну, ещё бывает такие, то есть, иногда этот подход оправдан, если кастомер он знакомый с другом, и в целом знаком с всеми этими функционалами. и в целом ну, он ок. Насчёт того, что ну, в целом он стильный, поэтому если ему скажут, что этот шутчик был сделать, ну, это стики, он остался функционалом, сделали его молодой, ну, ок. то есть, опять же, почему этот подход может быть оправдан? Если клиент, ему действительно нужно дешёвое решение, ему нужно выпустить продукт, и ему не важен декорус. То есть, ему главный фронтемп, создающая часть. Также можно говорить, он если реально маленький бюджет, и маленький проект. В каких случаях лучше и оправданно, и даже в некоторых случаях, требуется создавать свои постаментитис. Например, если ваша группа это не просто веб-сайт, а это уже веб-приложение. То есть, бывает, ну, не то, что бывает, а в целом довольно распространённо, что проекты на Drupal они уже больше веб-приложения. То есть, не только в CMS. Больше CMS. Ну, каком-то. Второй суть это повторное использование подхода, ну, то есть, проекта. Если мы предполагаем, что самый проект интересный, мы хотим, и мы предполагаем, что на основе него можно в будущем что-то создавать. И в этом случае, если мы используем custom entity type, мы делаем архитектуру более agnostic. И можем ее в будущем даже использовать. Ну, не так часто удается, мало какой компании удается использовать предыдущие проекты. то есть, в третьем случае, если мы, например, имеем довольно сложную структуру данных. Ну, как правило, мы их извне получаем, можем получать. Либо частый вариант, когда мы эмигрируем платформу. У нас много таблиц взаимосвязанных, и нам нужно их дополизировать. И мы не хотим создавать контентайпы, мы можем покрыть эти все таблицы с помощью Custom Candidates. А также, ну, это спорный вопрос, если у нас эти данные не мультиязычные. Ну, вот, кстати, вот ссылка в этом фонте. Когда я готовил этот адекват, я случайно наносил как раз-таки небольшую статью, где приводится различий. ну, там больше, как бы, абстрагирование, оно маленькое очень, абстрагированное описание, но данные мы должны начать между контентом и данным. Там приводится пример, например, например, у нас есть данные о погоде. Мы каким-то образом из какого-то сервиса получаем, и мы ее должны как-то хранить. Эти данные являются данными. Но, например, страница, на которой эти данные отображаются, является контентом. То есть, в этом случае мы создаем custom entity или несколько custom entities, которые покрываем данные из внешнего сервиса и через entity reference добавляем стамесу как нам создать. Также небольшое упоминание, если нам, например, не нужно редактировать. И, как я сказал, мы из внешних сервисов получаем структурированные сложные данные. Вот пример, в каких случаях этот подход. Кстати, видите, драйвный деванкмент я не нашел в терминах. Ну, то есть, группа у нас классический пример. У нас до этого был Гэрфарт, который работал на лутскульном подходе. по-моему, даже семерки уже не использовал. Он уже терял в это время популярность. Когда уже по eCommerce, то есть, там и другая eCommerce реализован вполне грамотный подход, когда мы разделяем различные entity, то есть, мы разделяем контент, продукт, где какое-то описание, и именно продукт в eCommerce понимании. То есть, впрочем говоря, это данные. И интернет-магазин это уже не веб-сайт CMS, это уже веб-приложение. Ну, также File 2, Field Collection. То есть, это примеры проектов, где этот подход используется. И ну, дальше мы будем говорить о последствиях этого подхода. Мы ну, то есть, часто сталкивался с таким, что уже 3 года назад тоже задал вопрос, когда один проект делал, он спрашивал, может мы попробуем использовать только упал существо спрашивал, может использовать Quintity Type. Ну, причем я не только главного человека, но и нескольких людей слышал, что ну, зачем все уже есть, вот много, где вы используете продуктов, то есть, как вы спрашиваете. Ну, все же, в некоторых случаях, они бывают неправы. Ну, то есть, вы должны быть готовы, когда используете этот подход к этим вещам. то есть, нужно писать код, пока что, нужно фиксить баки, они у вас будут, и нужно интегрироваться с внешними, ну, то есть, с другими, понятными другами. То есть, нужно объявить property, ваши ну, там один ревизии, они не я не использую кастоматитетель в связи. Но, вроде как, в какой-то версии антитеопии, они вроде как не были, ну, то есть, я не знаю, это пункт, второй был вопросом. В принципе, мы тоже нужно это сделать, но это несложно. по-моему, в том же хокке, где property у нас объявляются. Migrate модуль нужно адаптировать translation, но я пока не проверяю, по-моему, entity translation модуль может показать. Работа grid attack человек, которые сервис перевода заставляют. Они его допиливали еще в Праге, если он не говорит по этому поводу, и они его очень хорошо подъявили, то есть, сейчас он переводит. ну да, в принципе, само название модуля как бы не так. по-моему, по-моему, нам нужно объявлять наши тенден хайпы, тенден хайпы для вывода, если можно. и некоторые другие вещи, которые я не знаю, но в целом я бы не сказал, что очень большой объем работы. Недавно я ну нужно было по-быстрому сделать в чеках автоматике это у меня забрало два часа ну там просто запись чтения там то есть описание таблиц и контроллер класс и в общем-то в целом все часто можно использовать даже ну вы уже наверное ну мы уже много лет работаем все мы с другого в целом и я думаю эти ссылки для вас уже не новые ну я еще привел немного модуль но я так и не понял как его использовать я так понял это просто чтобы посмотреть его и вот те модули которые нам потребуют это естественно модул но скорее всего и дата на счет модулей дата я хотел бы остановиться немного подробнее то есть модуль довольно интересный он позволяет он то есть он дружит схему модуль и там позволяет как бы друбализировать данные то есть вот видите но в то же время мы можем даже через админку создавать таблицы и поля который будет нативный запал вот мы можем в принципе из этой таблицы сделать custom multi-tip вот некоторые настройки его в целом хочу сказать что модуль довольно суроват для меня я его не рассматривал как нечто то что я буду использовать через год в тесте мне в принципе можно написать и даже предпочтительнее потому что в этом модуле пока что не реализована работа с features также там не реализована генерация формы редактированное добавление entity и сам он немного срывал но если тем людям которые не кодеры сам они уже будут это использовать основу робом права на 5 лампу на 5 лампу